Рассказывай сама, я же не буду рассказывать, что было, как было. Я наказал ему, чтобы утром уехать, на поезде проводить. Пусть он с субботы на воскресенье, чтобы ночевал у Виктора, и Виктор его утром на мотоцикле проводит, на поезде посадит. Виктор на мотоцикле не поедет. Почему? А потому там такая колея, вчера ходил, говорили, там и ночью тем более. Потому что утром, говорили. Ночью. А кто тогда? Не знаю. Надо говорить. Я думала, вы напугались, я больше напугалась. Мештал. Документы надо как-то ваши. А как? Сходить туда и все. С Володей или с кем-то проводят до Виктора. Дойдут, чтобы? Ну ладно, да, да. И возьмут там это. Нам надо будет, вы написали должны, что мальчика оставили добровольно. Хорошо, сейчас. Давайте сядем. А пешком далеко идти? До поезда далеко пешком идти? До поезда? Нет, если не знаешь, не попадешь. 4 километра. 4 это немного, если ты знаешь, местный. Нет, надо подумать, выбросить машину. И может вам еще чайку подбить? На мотоцикле там, видите, колея прошел в Беларусь. И он боится больше туда упасть и вообще разбиться. Так, все, я пошла. По тем более, если скользко, то вообще улететь. Ну тогда кого-нибудь, кого там, Дьякона или Андрея, Алешку или попросить, чтобы проводим. А в какое время поезд? Поезд идет без 16 минут 5. Так уже светло, батюшка, уже светло. В 4.15 я встаю светло уже. Ну это надо как-то договориться, чтобы кто-то везет. Ну договоритесь, договоритесь, кто-нибудь там. С Алешкой или... Давайте мне машину, я отвезу. Ехать. А вот Серега у нас. А вот, Сергеша, ты здесь? Да. Ну вот. Все, решилось. Серега, ты опробуй. Только вы взять, чтобы полчаса быть там. До Барнаула? Пол пятого, чтобы быть на... 4-3-3. До вокзала. Так я ему зачем доставлю? Он куда поедет? Ну, Барнаул. Ты ему до Барнаула? Да. Ты куда везет? Подожди. Он остается, нет. Нет, что вы меня гоните? Да нет, что ли. Я наоборот хочу, чтобы... Ну и все, там он его до вокзала проводит. Телефон у кого-то. Только, Володя, сходите... Не разговаривайте во время... Сегодня сходите к Виктору, возьмите билет. Не разговариваю, прошу тебя. На воскресенье. В воскресенье будет какое? Третье, значит. На третье число. До Барнаула. Ладно. Во время грозы не разговаривайте по телефону. Да. Сколько пишет убила людей? На улице или в помещении? Нигде. Это связь идет. Зачем тебе? Нет и все. Она пробудела и ушла. А что, они убили? Я не знала. Да там они там. Так, определить надо, из-за чего плакали, разобраться, конфликт устранить. Кто их? Вот, вот, вот. А ты что не спускал? Это непонятно. Потому что, это, Рося, я и Оля были в келье. Оля раскладывала свои вещи, и там не было места, чтобы зайти. Ну много ли места-то надо? Она же маленькая. Запустила туда под нижний этаж и все. Я думаю, что надо было купить еще. Да забери их туда, иди. А что, пошли? Вику, Вику она не запустила. А? Вику не запустила. Ну а где она, Вика-то? Вика, в Сашку. Давай, найди ее туда, вези. На Тимошу брусин напал. Ну, там-то они вас задолбили. Мать, отца. Где он сейчас, Тимошу-то? Вот он. Вот он. Ты еще дуешь-то? Тебя вообще нигде ничего не касается. Живи, радуйся, благодари Бога. Смотри, как дети играют. Это тебя замордовали родители-то. Кто это знал, что куда, чего-то ехать это? Куда ты поедешь-то? Чужие люди приехали, уже поплыл. Зачем тебе это нужно? Тимоша затасковал. Дети не таскует, бегает, играет. Иди, играй. Брось это все глупости. Десятого отец приезжает. Скажи ты ему, гвоздь, кулю в задницу. Вот, Вика, знаете. Вот, Вика. Она говорит мне, что ее Ксюша ударила. Мне, говорит, Вика. Сейчас, чего от меня нужно, компетент? Нет, просто мне Вика говорит, что Ксюша ее ударила. Ударила? Да не била она. Ударила? Один раз. Ничего себе. Ну, не один раз. Ну, не один раз, потому что она меня в келью не пускала. Ну, не пускала-то одно, а ударила-то другое. Я ее сначала вот ногой вот сюда слегка вот так вот. Не надо трогать. Зачем? Кто тебя упал, намачивал-то? Ногой прям. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok